Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 21 сентября, а это значит, что решение Федеральной резервной системы США по базовой ставке будет озвучено уже через несколько часов. В ожидании ключевого решения американского Центробанка мировые фондовые биржи во вторник снизились. На фоне всеобщего пессимизма перед угрозой рецессии снижаются сегодня и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Собственно говоря, само решение Центробанка Соединенных Штатов почти ни у кого из специалистов в рынке сомнений не вызывает. Регулятор сегодня с очень большой вероятностью поднимет ставку на 75 базовых пунктов. Хотя, как показывает индикатор CMA FedWatch Tool, около 16% склоняется к повышению ставки сразу на 100 базисных пунктов. Вчера, напомним, их доля была такой же. Однако, в любом случае перспектива значительного повышения ставок дает мало поводов для оптимизма, так как в борьбе с горящей инфляцией Федрезерв США готов пожертвовать экономикой и рынком труда. Об этом финансовые чиновники и ведомства неоднократно заявляли. Напомним, что сейчас ФРС соблюдает период тишины и не дает в СМИ комментариев, поступающих в последнее время экономической статистики. Поэтому обновленные прогнозы финансовых чиновников и их точечные оценки, которые выйдут вместе с решением по ставке, будут в центре внимания специалистов рынка. Именно эта информация, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания помогут инвесторам определить перспективы процентных ставок в США. Так как Федрезерв нацелен на приведение инфляции к своей цели в 2% годовых, прогнозы членов Комитета по операциям на открытом рынке будут оцениваться с точки зрения конечного этапа повышения процентных ставок, перспектив безработицы, инфляции и экономического роста в США. А перспективы роста американского доллара на фоне ястребиного Федрезерва и охватившего фондовые рынки пессимизма выглядят вполне оптимистично. Сегодня, как мы видим на графике, американец уверенно перешел от консолидации к росту. В целом и по ценовому диапазону двигается между отметками 110.13 и 110.87. Не будем забывать также и тот факт, что ожидание агрессивных действий Центробанка США по украшению инфляции по-прежнему поддерживает повышенную доходность американских казначейских облигаций. Это, в свою очередь, увеличивает привлекательность для инвесторов, как самих трежерис, так и долларов, на которые можно купить гособлигации США. Так, в понедельник доходность десятилетних бондов впервые за 11 лет преодолела уровень в 3,5% и продолжает расти. Особенно чувствительные к ожиданиям по денежной политике двухлетних трежерис месяцев вчера выросли в доходности до уровня в 3,99%, немного не дотянув до круглого максимума 2007 года в 4%. На такой поддержке доллар США уже взлетел к самым пиковым за два десятилетия значениям и торговался в азиатскую сессию по отношению к корзине валют в области отметки 110.78. Конечно, основные движения по гринбеку ожидаются в американскую сессию после публикации Федрезерва, однако не приходится сомневаться, что попутный ветер для укрепления американской валюты по-прежнему сохранится. Безусловные укрепления доллара еще больше увеличивают его давление на аналоги по валютной корзине и сильнее всего на японскую иену. С другой же стороны, положение иены подрывается сверхмягкой финансовой политикой в стране. Более того, Банк Японии намерены дальше оставаться почти единственным голубем стаи агрессивных ястребов. При этом попасть между растущими доходностями трежерис и нулевой доходностью японских гособлигаций все больше подталкивает курс иены критическим значением. Заседание Банка Японии пройдет завтра утром и в ходе него, как ожидается, никакой интервенции со стороны регулятора для поддержки иены не произойдет. Правительство страны не будет покупать национальную валюту, чтобы остановить ее дальнейшее ослабление. Да и какие-либо международные скоординированные действия также маловероятны, так как США предпочитают сильный доллар для сдерживания горящей инфляции в стране. К слову, в самой Японии базовая потребительская инфляция в августе составила 3%, что в несколько раз меньше, чем в других ведущих экономиках мира. В целом за год курс японской валюты обесценился уже примерно на 20% по отношению к доллару. США недавно протестировал критический уровень 24-летний минимум для иены у отметки 144,99. По мнению аналитиков, возможная интервенция по иене может наступить лишь выше линии для котировки доллар-иена, выше отметки 150 йен за доллар, которую котировка пересечет с очень высокой скоростью. Но в реальности это очень маловероятно, тем более, что само валютное вмешательство японских властей рискует быть неэффективным и даже опасным. Однако пока этот непростой выбор откладывается. Как видим, сегодня в азиатскую сессию среды на положительной динамике доллара цена иены успела побывать на уровне 144 йен за доллар, затем перешла к укреплению и снова повернула вниз и находится в диапазоне между отметками 143,32 и 144,07. Такой поворот инвесторов в сторону активов-убежищ произошел после подписания президентом Российской Федерации приказа о частичной военной мобилизации, которая вступает в силу уже сегодня. Поэтому безопасному доллару пришлось временно потесниться, но сейчас цена пары уже снова поднялась в область отметки 143,79. На заголовках СМИ о России и ожиданиях заявления Федрезерва США по ставке фондовые индексы продолжили снижение. Инвесторы в Азии не хотят рисковать еще и на фоне геополитической напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня. Сегодня стало известно о том, что Нэнси Пелоси готовит очередной визит в Тайвань. Кроме того, состояние экономики Китая, его политика нулевой терпимости к коронавирусу и проблемы на рынке недвижимости вызывают все большее беспокойство в Австралии, для которой китайский рынок является крупнейшим торговым партнером. И хотя в самой Австралии положение с инфляцией складывается неплохо, перспектива мировой экономики выглядит довольно тревожно. Причем замглавы Резервного банка Австралии Мишель Балак заявила сегодня, что месячные цифры индекса потребительских цен вряд ли будут иметь последствия для октябрьского заседания по денежно-кредитной политике. Для австралийского доллара, который напрямую коррелирует с настроениями рынка США, такое расплывчатое заявление осталось сигналом к распродажам. Под давлением доллара США и Федрезерва сегодня австралийские и новозеландские доллары достигли своих многолетних минимумов. Ози обновил 27-месячный минимум у отметки 0,6659 и торгуется сегодня в области цены 0,6669 по-прежнему на понижение. Падение спроса на сырьевые товары наносят ущерб связанным с ними валютам, а ослабление глобальных экономических перспектив уводит инвесторов из рисковых активов. Так что австралийский доллар сегодня терпит поражение по всем фронтам и продолжает дешеветь в ценовом коридоре между уровнями 0,6655 и 0,6704. До самого низкого уровня с 2020 года упал и новозеландский доллар. Киви торгуется сейчас на отметке 0,5888. Однако в ближайшие недели его цена может упасть еще больше – район круглого уровня 0,5900. Сегодня торговый диапазон киви-доллара консолидируется в границах 0,5876 и 0,5910 и продолжает снижаться к доллару США. Таковы основные события азиатской торговой сессии среды. Напоминаем, что сегодня за два часа до закрытия американской сессии в Нью-Йорке будет решение Комитета по операциям на открытом рынке по ставке. Также заседания по денежно-кредитной политике на этой неделе проведут центральные банки Великобритании, Норвегии, Швейцарии и Японии. Поэтому подключайтесь к нашим видеообзорам регулярно, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации и аналитики. ИнстаФорекс ТВ работает для вас и вашей торговли. Увидимся через пару часов!